МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Родители барнаульских учеников младших классов жалуются, во многих школах города нет продленок, даже платных. В свое время их закрыли из-за отсутствия подходящих помещений для отдыха и досуга детей. Современные школы вправе оборудовать кабинеты для платной продленки, но и этим пользуются не все, а предлагают детям кружки и секции. Бесплатные секции спортивные однозначно есть в школах, причем различных направленностей. У нас есть еще и внеурочная занятость, которая сегодня позволяет детям в начальной школе развивать какие-то навыки мелкой моторики, то есть что-то делать своими ручками. Более старших классов – это некая исследовательская деятельность. Подробнее об этой теме в вечернем выпуске, а пока продолжим. В Барнаульском приюте для животных «Ласка» появился «Ласка-мобиль». Деньги на его покупку несколько месяцев собирали горожане. Машина была крайне необходима, с ее помощью можно гораздо оперативнее перевозить собак и кошек до ветклиник или приюта. Теперь у приюта есть такой замечательный белый конь. Такой прекрасный, он как раз очень подходит для того, чтобы нанести на нем аэрографию. Соответственно, очень скоро приют сможет в полную меру его эксплуатировать по его функции. Задний ряд сидений мы планируем демонтировать, и там будут оборудованы специальные клеточки для перевозки животных. Кстати, предлагать эскизы для аэрографии можете и вы. Мы же продолжим. В ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник отметят работники одной из самых значимых и обширных отраслей лесного хозяйства. На многих лесных предприятиях уже выбрали лучших представителей профессии. Так, лучшим главным экономистом стал работник Новичихинского лесхоза. Уже 22 года Александр Быков в лесном хозяйстве. Он не заготавливает древесину, не высаживает деревья и не работает на пилораме. Его стихия – цифры. Даже к самым скучным, на взгляд постороннего расчетам, подходит с душой и превращает их в увлекательное исследование. Составляет финансовые планы и отслеживает, насколько различные подразделения воплощают их в жизнь. Анализируя эти цифры, мы смотрим, где у нас идут перерасходы, где у нас идет экономия. Если идет перерасход, мы ищем причину. Но где экономия, там мы уже смотрим, где, ага, мы сэкономили тут деньги, значит, надо пересмотреть нам что-то, чтобы добавить людям, может быть, немножко зарплаты, либо что-то еще сделать. С таким контролем и тщательным планированием производительность выросла на 3%. Себестоимость снизилась на 1%, но главное – заработная плата выросла на 13%. Александр Борисович уверен, успешный экономист всегда помнит, что стоит за сухими цифрами, выкладками, графиками. За этими цифрами стоит весь наш труд. Это люди, это ценность наша, самое главное – лес, это наши материальные ресурсы. Александру Быкову будто недостаточно полного дня за рабочим столом. Уже несколько лет он общественник. При его участии появилось 4 школьных лесничества, где дети учатся определять возраст деревьев и выбирать правильные деревья для рубки. А также получают основы экологических знаний, чтобы не только пользоваться лесом. Фотографировала и замечала разные интересные растения, которые я лично никогда не видела, например, в нашем лесу. Насекомых очень интересных, которые и на цветах, где-то пчелы, там разные насекомые. Птиц разглядывали, смотрели. Александр Быков говорит, пусть не все его ученики пойдут, когда вырастут в лесники, зато о природе будут знать чуть больше остальных, а значит беречь ее. И это, считает он, самая экономически выгодная инвестиция. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Кстати, работу Алтолеса и других ведомств скоро усложнят поправки в закон. Они касаются квадрокоптеров. Теперь эту технику нужно регистрировать. По мнению законотворцев, обязательный учет должен стать профилактикой ЧП с участием квадрокоптеров. Дрон может летать со скоростью 70 км в час. Этого достаточно, чтобы серьезно навредить технике человеку. Алексей Ефремов, опытный пилот квадрокоптера. Он согласен, что регистрация нужна, вот только пойдут на это не все. Я думаю, будут регистрировать процентов 10 владельцев. Просто потому, что они в коммерческой деятельности используются. То есть те, с кем связана профессиональная деятельность? То есть организации какие-то, да? Ну да. Люди, а обычному человеку это неинтересно? Почему это неинтересно и что грозит за самовольные полеты, расскажем в вечернем выпуске новостей. Ну а я уеду жить в свитер. Это название премьеры, которую уже сегодня увидит Бурнаул. Вечером на большом экране выйдет полнометражный фильм детской киностудии «Шкит». Съемки картины прошли в краевой столице по сценарию бурнаульской писательницы Анны Никольской. Ирина Корчагина встретилась с актерами фильма. Убери телефон немедленно. Ты что, ей не сказала? Вера, бери телефон. Уже прошло полгода, а они дословно помнят свои тексты. Главные герои фильма «Я уеду жить в свитер» родная и приемная дочери, которые недолюбливают друг друга с детства. Конфликт подогревают и школьные друзья. Сценарий фильма разворачивается вокруг кафе, в котором подростки устанавливают свои правила. Не, ну это не я. Я так, нет, я так себя не веду. И люди, которые меня видят, говорят, ну Леля, ну это не ты. Это сложно увидеть тебя в таком образе. Бюджет картины составил 1 миллион рублей. Съемки шли полгода в разных локациях Барнаула, в кафе, посуточных квартирах и в школе. «Я уеду жить в свитер» – это не только начинающие актеры, но и обычные жители города. Например, юрист Антон Доровских сам не понял, как оказался на съемочной площадке. Не знал, что сейчас фильмы художественные снимаются, даже вот в такой мобильной, условно говоря, версии, когда не требуется большое какое-то оборудование громоздкое, какие-то там тележки, которые двигаются с камерами. Пришел Евгений с какой-то мобильной камерой, чуть ли не селфи, давай снимем здесь на телефон. Ну давай. И сделали аж на два с лишним часа. Первое предательство – дружба и любовь. В картины собраны все прелести нежного возраста. Человек не всегда раскрывается тебе полностью. Ты не знаешь, что у него внутри, и относишься к нему плохо, потому что, ну, вроде бы он плохой, на самом деле он очень классный человек внутри, он другой. Ждет ли героев хэппи-энд, узнаем сегодня в 7 часов вечера в кинотеатре «Формула». На премьеру актеры приедут, как настоящие звезды, пафосно на лимузине. Кстати, билеты зрителей будут участвовать в розыгрыше съемок следующего фильма от киностудии «Шкит». Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Московский тренер по фигурному катанию приступил к работе с барнаульскими спортсменами. Екатерина Дунаева приехала к нам в рамках социального проекта. Пока неизвестно, как долго Дунаева задержится у нас. Возможно, на несколько месяцев попасть на мастер-класс еще есть возможность. Необходимо обратиться в Федерацию фигурного катания. 40 спортсменов Краевой Федерации фигурного катания. Штучный товар, чтобы эти дети выросли мастерами, в Барнаул приехали московские тренеры. Контракт долгосрочный. Мастер спорта России Екатерина Дунаева здесь, как и дома, любимчиков не выделяет. За бедром. Можно мне не на две ноги, а на одну. Можно на зубец приземлиться. На пьедестал может встать каждый, считает тренер. Главное, не перебарщивать с ленью и соблюдать три правила. Наш спорт, он сложный на координационный. И здесь, конечно, больше усидчивости требуется и больше напора. Гимнастику тоже можно к этому виду спорта отнести. Бальные танцы. Везде нужно стараться. В любом случае. Тренер помогает, спортсмен старается, родитель поддерживает. Этот треугольник нужно обязательно соблюдать. И тогда результат будет налицо. Восьмилетняя Вероника не пропускает ни одного слова тренера. Ее кумир – чемпионка Алина Загитова. Сейчас ребенок учится парить на льду. Я увидела первый раз это в детском садике, вывеску. И мне очень захотелось попробовать. И теперь мне это очень нравится. Я чувствую себя, когда стою на колючке. Мне это нравится. И я хочу продолжать заниматься этим всегда. Десять тренировок в неделю на льду и в хореографическом зале. Девчонки готовы выкладываться на 100%. Это знают и ценят в Центральной России. Почему такой интерес у столичных тренеров к нашим детям? Почему они сюда едут и все-таки хотят их учить? А вы посмотрите, ну, смотрите, достижения, да? Откуда у нас Алина Загитова из Жевска? Откуда Косторная, Красноярск? То есть те дети, которые из регионов, у них более мотивация, да, выстрелить, нежели дети, которые в Центре. Насколько тренеры останутся здесь, зависит от спонсоров Федерации. Они помогают платить москвичам зарплату и арендовать лед в торговом Центре тоже. Кстати, получить ценные советы могут не только 40 спортсменов Федерации, но и новички фигурного катания. Их в Барнауле около 300. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, Вконтакте и Фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи.